всем привет приехала я в лиддл закупаться забрала ромку сегодня со школы ох это будет я чувствую наша этот в общем они у меня все трое забывают все подряд что саша постоянно чего-нибудь забудет раньше забывал но сейчас он хоть не так по ответственно немножко что что давит раньше грунт шули когда в начальной школе учился я каждый день там ходила все вытаскивала его вещи каждый день что-нибудь да забудет ромка сейчас выходит выбегает такой ягра где твоя этот кулек первокласснику ой забыл побежал рюкзак не отдал убежал потом идет ой я забыл эту снять штуку в общем у них такая вешают но если не первый раз увидела вешают на грудь на ниточке такая такой значок эмблемка пингвин и сзади на сзади написано роман ворн кушает да в общем стоит там и видимо это когда они кушают им одевают эту что он поел и солнышко светит просто не знаю как встать к вам лучше чтобы меня не слепила и и вам лучше было но и получается так что не знаю никак не получается мне встать солнце слепит со всех сторон против солнца встать вам плохо видно ну и в общем эмблемку забыл домой приходим он бутылку свои там забыл с водой где-то во дворе я горну ладно уже завтра может я посмотрю где где-то и там ее забыл не будем возвращаться ромка пленила это у нас будет тоже забывальщик еще тот ладно пришел поел свой тезы кухон я ничего не хочу и видимо кушал такие за кухонный вернул с удовольствием полтора кусочка приехала магазин нужно бутылки сдать у меня тут бутылок накопилось воды нет вообще нужно воды купить либо купить и фруктов купить остальное в принципе ну так терпимо может овощей каких-нибудь подкуплю что-нибудь хочется овощного такого приготовить не знаю посмотрим что там будет ну все пойдем закупаться сейчас я залезу еще раз посмотрю какие у нас там купончики есть акция от лидл плюс может быть что то есть какие-то подарочки посмотрим сейчас закупилась я вышла с магазина вот вся моя закупочка от солнца слепит ужасно сейчас я вам буду показывать чуриться здесь от солнышка туда не денешься а вот они мои где очки у меня в корзинке еще с этого остались с дачи как на дачу ездили я сейчас еду за рулем и думаю где же мои очки они здесь все ну че начнем 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 и купила семечки тыквенные даже в прошлый раз понравились вот эти макароны у меня сегодня были в подарок спагетти просто взяла не знаю вторая же пачка не идёт если идёт то тогда две в подарок но нет я думаю вряд ли сфотографировала и отправила давиду там были adidas штаны спортивные давиду сфотографировала как они выглядят он говорит но возьми если не понравится то назад отнесешь в общем но не знаю как они будут если нет в крайнем случае можно сашей в общем за двадцать пятеро и двадцать четыре девяносто девять чек взяла на всякий случай если не подойдет чтоб можно было назад вернуть дальше что еще салфетки вот такие 125 по моим 29 что такое виноградик взяла потом что у нас тут еще это неудобно я складываю айран тридцать девять центов давиду три штучки взяла потом бананы 149 по моему хлеб это 20 процентов скидка сейчас был так он ойра 69 если я не ошибаюсь или ойра 69 или ойра 99 булочки вот эти замороженные взяла за долгое время первый раз давно не брала но думаю сейчас к пацанам чтобы постоянно не ездить если что можно будет печь еще булочки тоже в школу мне все хочется сказать садик что мы привыкну что мне роман школьник так дальше кетчуп сегодня был со скидкой взяла ромкин любимый потом вот этот шампунь 599 по моему или 699 по 599 с не ошибаюсь взяла в прошлый раз красный такой в дэйме мне понравился я взяла вот сейчас взяла актимэль актимэль тоже уже давным-давно не брала я даже не знаю рома пьет у меня актимэль будет у него 5 минут давит пьет всякое такое он любит ну думаю если ромкин зайдет то давит точно выпьет мясо вот это 499 гуляш вот этот был говяжий 500 грамм потом 549 по моему вот это вот суповое мяско говяжье было потом взяла рыбку вот такие стейки лакса не помню что-то около 10 евро по моему она стоила не помню точно не буду вас обманывать напишу если что так социки давит он меня любит тоже так а что еще туда это поведение 159 петрушечка и укропчик петрушка кстати тоже было что еще вот такой вот сырок тоже сегодня был со скидкой по приложению давайте наверное корзину уже неподъемная тут будет в этот картиночку вернее ящик будет неподъемных корзинку будем складывать брецели я тоже заморозку беру потом цукини кабачки взяла баклажанчики взяла баклажаны правда столько их много лежит но они все такие мягкие мягкие прям вообще вот два выбрала кое-как и то есть под низу вот так вот прям порылась ворошенечка помидорки розовые балуют они нас 249 уже сколько времени раза три наверное я их беру подряд потом мандарины 299 в прошлый раз брали очень вкусные сочные вкусные сладкие такие были прям с удовольствием съели они у нас первую очередь ушли сейчас все фрукты нектарины и персики вот это вот все оно такое все каменное зеленое а если есть то и поморщенное в общем если есть мягкое то она поморщенная такой просто ну как губка становится не дозревает уже все мне кажется уже сезон закончился я даже не стала брать там и зачем выкидывать просто потом за 299 были вот мангу две штуки в упаковке дела у меня мангу едят все что еще сюда можно положить кефирчик вот я себе взяла думаю на и сечу на ужин если сильно уж не в ноготу будет кушать хотеть то буду кефирчик пить буду стараться что еще остальное все сейчас закину наверное в сумку потому что будет будет опять опять же тяжело давайте я вам так покажу что тут осталось так все что осталось дыня в прошлый раз правильно мне поправили да сейчас я вам все покажу потом расскажу про дыню яблочки взяла на развес слива груша водичка и там еще водичка машина мне написали что все дыни поштучно идут вот кроме гала мелона который я в прошлый раз брала все дыни были поштучно но на кассе мне в общем я тоже думала что поштучно на кассе я даже не стала выкладывать оставила в корзине они говорят нет нет эту дыню она идет по весу за килограмм у нее цена и попросила мне чтоб я ее выложила я ее выложила и она взвесила и вот ойра 59 то стоила сейчас их не было я хотела вам показать их не было в общем поэтому поэтому вот так в общем а это а это вот дынька она 299 по моему если я не ошибаюсь я вам напишу здесь сколько она стоила возле нее где ее показывала ну в общем это штучная штучная дыня идет все дыни и в общем я посмотрела по штучно кроме гала мелона вот та которую я брала вот так но это тоже было первое первый раз для меня потому что раньше гала мелона тоже была штучная все складываю все на места заплатила я вам не сказала сколько я за закинула уже чек внутрь 100 100 чем-то в общем то 129 или что такое напишу тоже сколько заплатила у меня еще были бутылочки бутылки я сдала на 6650 вот так вот все все складываю едем домой свадьбу дед тут странный по парковке ходит в общем и этот все кто выходит в магазинов к своим этим машинам подходит он совсем не раздоровается подходит и здоровается и смотрит на номера у как у каждого в общем машине стоит прямо так тщательно изучает номер может и что-то может ну как может больной дедушка может ну не знаю в общем что что с ним и прикол в чем он стоит такой и как будто бы он с виду кажется как будто он здесь как ну как будто рабочий знаете лидл представитель лидла такой и в кепке от альди такая у него бейсболка черная и значок альди такой конкурент в общем так смешно это со стороны смотрится он в кепке от альди и по лидловской парковке ходит со всеми здоровыми прям каждому подходит и я не услышала я не подумала что это не со мной ну и он такой прям ко мне подошел так мне нужно заправиться у меня тут прям на нуле и сейчас вот проезжая мимо глобусской глобусовской заправки 1 94 дизель стоит бензин сейчас не увидела в общем горока сейчас увижу бензин сколько стоит заеду когда потом скажу вам сколько точно стоит бензин я туда ехала в надежде что станет немножко подешевле дизелью думаю назад буду ехать часто такое бывает назад буду ехать будет подешевле какой там подешевле так же и остался в общем так так что буду сейчас заправлять что-то дядя стоит не может догнать видимо как заправляться короче ладно подождусь а вот я вижу сейчас супер бензин 1 86 супер е10 который вот это 1 80 стоит и дизель 1 74 стоит у нас супер плюс здесь нету на этой заправке на глобусе в общем супер 1 86 стоит опять цены подпрыгнули да все ладно заправлюсь потом подключусь к вам позже всем привет и снова я в машине хочу с вами поделиться своей болью я не знаю боль это назвать или как в общем сегодня повела же романа в школу у нас стояла табличка там на дверях я не помню я вам вчера рассказывала или нет что родители оставляют перед дверьми детей дети сами идут до своих классов ну и в общем получается что мы зашли ну внутрь где там как сказать в коридорчик и там уже стояла хаус мастер я не знаю как его назвать ну в общем типа консьежа консьежка или как это называется в общем дяденька стоял который вот за этим всем за входом смотрит и еще одна тетенька там стояла учительница не учительница не знаю кто она вообще ну в общем там родители разворачивали назад дети сами дальше шли получается мой ребенок там на дверях все разрыдался не хочу не пойду я хочу с тобой я говорю давай роман надо тебе одному идти ну все кое-как я его уговорила пошел он туда зашел и получается я разворачиваться выхожу вышла слышу ревет назад бежит его там успокаивает учитель какой-то подошел к нему успокаивает нет он назад все а я зашла в общем я говорю ну сегодня давайте я говорю пройду его проведу ну и просто прошла его отвела там там мы очень долго с ним в общем распрощались плакал успокаивала потом подошла ко мне учительница и говорит фрау борн он не хочет ничего делать я ему вчера дала задание обводить буквы он сидел просто ничего не делал потом дала ему пингвина разукрасить он не разукрасил я ему сказала ну хотя бы вот одну лапу разукрасить он тоже не разукрасил я не знаю он не может или что я говорю да прямо до этого прошли вот такую целую книгу большую. Я говорю, он там писал и буквы, и цифры, говорю, всякие рисунки обводил. Говорю, все это делал и сейчас делает. Когда я сижу с ним рядом, он быстро это все делает. Единственное, что он летает в облаках, не хочет. Вот он может разтянуть это на весь день. Ну, я это связываю с тем, что... Ну, еще ребенок не готов к школе, или как сказать, вот. Не знаю. Я говорю, я, конечно, с ним поговорю, я ему все объясню. Тут же я ему все сказала. Он сказал, да-да, буду делать. В общем, кое-как я оттуда вышла. И вышло, у меня сердце болит, переживаю за него. Потом тут одна мамочка тоже, ну, ее дочка с нами в классе. И она говорит, что там моя зашла? Я говорю, да, зашла, и вот с ней поболтали тут постояли. Она говорит, ну, если что, я ей скажу. Она у нас такая, как нянька, говорит, она любит всем помогать, что-то такое. Говорит, я ей скажу, пускай она с Ромой тоже играет. Говорит, может, тогда он, ну, проще будет идти, что друзья появятся. Ой, ну, не знаю. В общем, ребенок мой. Сейчас мы хотим сделать ему ограничения на планшет, на телевизор. Потому что, ну, последний, получается, мы расслабились. То, что он со школы приходил, мы ему разрешали то телевизор, то планшет. То, что как он задание сделал, и мы ему разрешаем. Но сегодня мы с папой сейчас поговорили и решили, что буду с ним заниматься играми какими-нибудь, развлекаться вот так, в игрушки играть. но никакого, в общем, такого, может, это подействует, не знаю, будет проще в школу ходить. Ну, не знаю, это, мне кажется, от этого тоже не зависит, но хуже не будет, в общем, вот так вот. Ну, с Сашей разговариваю, я говорю, ну, вот у нас Давид же не был таким. Он говорит, да нет, у нас Давид совсем другим был. Расскажите, у вас дети хорошо ходят в школу, пошли вот нормально или нет? Или наш только один такой, я не знаю. У меня прям сердце разрывается с этим Романом. Ну, бутылочку нашу нашли, нашли, забрали, там стояла она у хаус-мастера, так, соседи тоже наши выезжают сразу. Куда, куда я собралась? Я сейчас позавтракала с Сашей, Сашу во вторую на работу, я собралась ехать. съездить мне надо в ДМ быстро, там мешки купить, черные вчера забыла, кое-что нужно повыкидывать, и спрей я хотела там купить, какой-то для балкона, у меня там, я положила, знаете, эти, Саши разбирал тогда, когда трубочисты эти пришли, он разобрал там этот, ну, такие платы у нас стоят, и мы их поставили на балкон, и они, в общем, начали подгнивать, что, из-за дождя. Вчера убрали, а там, короче, этот, ну, следы такие остались, и я теперь хочу взять от плесени такой спрей и попшикать на всякий случай. Вот так. Я побыстренько, мне, в принципе, ничего больше не надо, я вот только возьму эти мешки и спрей, чтобы потом не идти. Все, Саша сегодня вроде как получше, собирается даже на велики ехать. Я говорю, ты уверена? Он говорит, да, я поеду на велики. Простите. Что-то тучками затягивает, стоит, что после обеда должен быть вроде как дождь. Вот так. В общем, поделилась с вами, я не знаю, у меня прям сердце разрывается с этим романом. Что делать, как делать, кто там у нас. Есть умные люди, посоветуйте. Как быть, пройдет, не пройдет. Но я думаю, пройдет, привыкнет, главное друзей ему найти, он потихонечку начнет. Но сейчас вот прям, прям разрывается все. Такие вот дела. Все, увидимся с вами попозже. Показываю, что купила, вышла с ДМ, это запрещенка Сашина. Вот такие мешки. 2,25 по-моему, они стоили, если не ошибаюсь, мой ветер какой начался. Ванеж взяла. Хочу ковер свой немножечко почистить в зале, который я периодически им пользуюсь. Потом вот такой вот спрей взяла от плесени на балконе побрызгаю в целях профилактики. Ну и вот этот, как он, отбеливатель. Во, вспомнила. Все? Все, что купила? Разве еще Валди, ой, в Лиделе я взяла штаны вот эти, Adidas, которые для Давида. Сколько они там? 24, 99 или сколько стоили? Ну, почти 25 евро, в общем. Давиду с ним созванивалась. Я вам рассказывала, по-моему. Созванивалась, он сказал, возьми, если что, назад отнесем. Ну, я взяла, померила. Хорошо ему штаны. Он говорит, нет, это меня не устраивает. Я не знаю, у них сейчас мода вот эти вот широченные джинсы носить и широченные штаны. В общем, эти штаны такие, ну, нормально, хорошо на нем смотрятся. Я говорю, возьми, говорю, вот так вот просто, может, вечером выйти или дома что-то делать там. Просто по дому ходи. Сейчас жарко не будет уже. Ну, нет, мне не нравится. Я говорю, ну, хорошо. Тут Саша приходит. Я говорю, Саша, померя, ну-ка, штаны, говорю, как тебе? Он говорит, ой, я уже сразу вижу, они большие мне. Я говорю, как они тебе большие, если они Давиду как раз? Я говорю, неужели у Давида попа больше, чем у тебя? Ну, и этот, он померял, а ему вообще классно. Они прям, он такой, конечно, оставляй. Сколько там сейчас одидасовские штаны? Ну, обычно мы покупаем, там не меньше 50 евро они стоят. Ну, эти, может быть, чуть-чуть, может, попроще, но может, там, уэрф 35-40 стоит за 25 евро. Саша, конечно, оставляй. В общем, мы их оставили, но купи... В общем, мы их оставили, купила я их Давиду, а оставили... Есть, есть свои плюсы в этом, да, когда сын с отцом примерно одного этого, как, размера. так, ну все, еду я домой, еду я домой, увидимся с вами уже завтра. Я там вам наснимала, наверное, уже, как раз хорошо, ой, тетенька, простите, выехала, велосипедистка, наснимала, наверное, хватит на сегодня уже. Я сейчас буду, приеду, буду заниматься делами, Сашку отправлю на работу, хочет на велике ехать, пусть едет, дай бог, значит, немного лучше. Хотела же его в этот, как он называется, к врачу отвезти. Я говорю, давай поедем. Нет, и все. Я говорю, Саша, мне уже лучше, я вижу, что ему лучше. Но я говорю, ну все равно, тебе в тот раз тоже было лучше, а потом опять заложила. Короче, его не переубедишь. Упертый, как не знаю кто. Ну ладно, дай бог, чтобы прошло это все побыстрее. Все, не болейте, самое главное. Берегите себя. Увидимся с вами завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok